Что сейчас делать? Падай! Музыкальный театр «Лес чудес» в Рудном – это единственный детско-юношеский музыкальный театр в Кустанайской области, в котором ставят мюзиклы. В нем занимается более 50 человек, а артисты – это дети в возрасте от 5 до 17 лет. Денис, с отделем поменяйтесь местами. Режиссер театра Лариса Бузулан говорит, что на выпуск каждого мюзикла уходит почти полгода. Ведь работы у детей много, нужно выучить вокальные партии, отработать танцы. От Москвы до Денинграда и обратно до Москвы, преждений и огонь и мосты. Лиза Касатая в театре уже 11 лет. 15-летняя девушка уже и не помнит свою первую вокальную партию в мюзиклах. Все больше участвовала в массовке. Зато сейчас Лиза уже солистка театра. Когда идет подготовка к новому спектаклю, мы разные материалы рассматриваем. То есть мы читаем книги, смотрим фильмы, документалки какие-то, другие мюзиклы. Мы даже несколько раз ездили в несколько других городов посмотреть мюзиклы на такой спектакль. И песни мы ищем вместе, потом общими решениями мы смотрим, какая подходит. Старый маляк стоит у руля. Сам про уголу три корабля. Обычное дело для моряка. Мюзикл – один из самых сложных театральных жанров. Актер должен быть универсальным, обладать хорошими вокальными и драматическими способностями, прекрасно двигаться, танцевать и по типажу соответствовать своему персонажу. Театр учит ответственности, потому что это же так кажется, что все легко. Тут нужно действительно очень ответственно относиться к партнеру по сцене. Очень ответственно. Ко всему, что происходит. Ну и, конечно, к своей роли. Чем больше у ребенка есть возможность себя реализовывать, тем меньше, наверное, у него будет вот такого ненужного свободного времени. Вот это у нас костюм чеширского кота из-за лисы «В стране чудес». Костюмы, декорации – особые истории. Стараются, чтобы обходилось дешевле. В ход идут все подручные средства. На помощь приходят и родители. Как итог подобной работы – многочисленные призы, награды и аплодисменты довольных зрителей. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжина, РТН.